Сотрудник ООН в Газе улечен в оказании финансовой поддержки террористам Хамас. Это уже второй подобный случай за неделю. 38-летний Вахид Борж работал в программе развития ООН. Его арестовали еще две недели назад, а сегодня предъявили официальное обвинение. По данным следствия, Борж был завербован Хамасом после военного конфликта между Израилем и палестинцами летом 2014-го. На допросах житель Газы признал, что его работа в ООН шла на пользу интересам группировки, а часть средств международной организации направлялась на восстановление военной структуры Хамас. Борж также рассказал, что террористам помогают еще несколько палестинцев, сотрудников иностранных благотворительных организаций. В ООН подозрения в адрес сотрудника организации в Газе обещают тщательно расследовать и заявляют о глубокой озабоченности ситуации. Это уже второй случай за последнюю неделю, когда Израиль демонстрирует факт проникновения агентов Хамас международной благотворительной или правительственной организации. Циничен и отвратителен тот факт, что средства, предназначенные для жителей Газы, тем, кому помощь действительно необходима, детям, пожилым людям или тем, кто остался без крова. Так вот, деньги для мирных палестинцев в итоге отправляются на восстановление и поддержание военной машины Хамас, на убийство израильтян, на продолжение войны. Сложно придумать более возмутительное злоупотребление средствами. В Иерусалиме, между тем, напомнили, что на прошлой неделе обвинения в финансировании экстремистов за счет иностранных пожертвований были предъявлены главе отделения Международной некоммерческой организации World Vision в Газе. Официально Мухаммед Халаби собирал пожертвования для помощи жителям сектора и восстановления инфраструктуры анклава. Однако, как удалось выяснить израильским следователям, Халаби переводил на счета военизированного крыла исламистов Хамас более 7 миллионов долларов в год. В самой World Vision обвинения в адрес своего сотрудника назвали беспочвенными.